Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самара Гиз. Всех приветствую, всем хорошего солнечного настроения желаю. И поверьте, сегодня у нас будет многолюдно, интересно, а главное, у нас великая благая цель всех вас, друзья, призвать на замечательное мероприятие, которое состоится уже совсем скоро, 18 апреля, общегородской субботник, сделаем нашу Самару чище, красивее, так, чтобы приезжающие к нам гости, да и мы сами гордились тем, что у нас так хорошо, все начинает потихонечку зеленеть. Ну и, собственно, если вы уже приложили к этому руку, это на самом деле хорошее и благое дело. 202-11-22, телефон прямого эфира, сегодня вам пригодится. Ну, во-первых, конечно же, для того, чтобы задавать вопросы нашим гостям, а сегодня у нас люди интересные, ответственные в первой части, может быть, узнаете кого-то из своих руководителей. Ну, а вам еще также этот телефон пригодится для того, чтобы ответить на вопросы, которые я вам буду задавать. Сегодня в качестве розыгрыша мы предоставляем билеты на концерт группы «Черный обелиск» и билеты на созвездие солистов от Волжского народного хора. Так что дерзайте, держите телефон неподалеку. Ну что, с большим удовольствием представляю вам наших первых гостей. Итак, это член Совета ТОС «Возрождение», председатель Совета многоквартирного дома по улице Нововокзальной, дом 61, Владимир Иванович Баранов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие жители Самары, дорогие жители улицы Нововокзальной, дома номер 61, 63, 59. Я являюсь старшим двора. Отлично. Так, и также я представляю наших гостей. Это член Совета ТОС «Возрождение», председатель ТСЖ по Ставропольской 74Б Игорь Анатольевич Белоусов. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Белоусов Игорь Анатольевич. Я председатель ТСЖ «Лидер-2012». Хороший название у вас какое. Отлично. Член Совета ТОС «Возрождение», председатель Совета многоквартирного дома номер 104 по улице Воронежской Ольга Юрьевна Пудовкина. Здравствуйте. Всем добрый день. Какие сегодня у нас хорошие, активные гости. Сами представляются. И председатель уличного комитета по улице Калинина, частный сектор Евгений Юрьевич Лысковцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас уже такая началась неделя, но не то чтобы обратного отсчета, но все так убираются, все так чистенько становятся хорошо. Хочу, наверное, чтобы каждый из вас рассказал, как у вас проходил субботник, что готовите к 18 числу, какие, может быть, цифры есть, какие итоги подведете. Давайте, наверное, начнем мы с Владимиром Ивановичем. Еще раз добрый день. К субботнику мы практически готовы, поскольку это не первый субботник и не второй. Так, сколько же раз вы выходили уже в этом году? В этом году мы выходили один раз, правда, немного, немногочисленного состава. А 18 числа готовимся достаточно большим количеством людей выйти и поработать, привести свой двор в порядок, чтобы самим жителям жилось в этом дворе хорошо. Вы вообще дружите там, дружные у вас? Да, двор очень дружный, жители, соседи мои очень хорошие люди, в основном отзывчивые. Мы победили в свое время на конкурсе «Наш лучший двор». Нам одним из первых сделали реконструкцию двора, очень серьезную реконструкцию. Благодаря помощи Игусева, значит, губернской думы двор считается одним из лучших в городе. Как гордо, наверное, вы сейчас это произносите? Гордо, гордо. Это заслуга не только моя, это заслуга моих дорогих соседей, жителей. И сейчас я еще раз призываю всех выйти и активно поучаствовать в субботнике. Все для этого имеется, благодаря ТОСу Возрождения, который нам обеспечил инвентарь и прочие шансовые инструменты. Ну, и также мы работаем в тесном контакте с управляющей компанией ПЖРТ промышленного района, где генеральный директор Штейнберг Анатолий Михайлович. Спасибо ПЖРТ за помощь, спасибо ТОСу Возрождения, членом которого я являюсь, тоже за активную помощь в этом вопросе. Игорь Анатольевич, вы чем похвалитесь? Ну, мы особо ничем так не будем хвалиться. Все только впереди, да? Да, у нас дом новый, жильцы у нас в основном молодежь. Ну и как, вот сложно с молодежью? Молодежь, в общем-то... Сознательная? В преддверии субботника находится на большом подъеме. Меня уже замучили вопросами, будет ли субботник. У нас во дворе, да? Да, у нас во дворе, но мы планируем, конечно, не только двором заниматься, но и территорией, которая между домами. Благодаря, в общем-то, ТОС Возрождения мы сейчас имеем, в общем-то, покупаем, не только покупаем сами инструмент, а также ТОС Возрождения нам предоставляет, управляющие компании нам помогают. Вот, поэтому мы хотим, в общем-то, облагородить территории, которые находятся в междворовом пространстве. Что хотите сделать? Уже есть какие-то планы, задумки? Ну, у нас есть как люди сознательные, в общем-то, да? У нас есть люди и несознательные. К сожалению, они есть везде. Поэтому за время зимнего периода скапливается очень много мусора на проходах, там, допустим... Между домами, да? Между гаражами, которые там незаконно установлены, где-то тропки там, да, есть. Все это, конечно, надо выносить, облагораживать. Зелень, которую не нужно вырубать, может быть, вывозить. А детская площадка есть у вас? Детская площадка у нас небольшая. Вот, мы сейчас только планируем создать детскую площадку, но, опять же, это зависит во многом от того, как у нас будет реализовываться программа по уборке незаконно установленных гаражей. Потому что дома новые, да, дома новые, вот. Но радует уже то, что молодежь, в общем-то, она верна традициям. То есть мы-то помним, как это было раньше. Молодежь вроде бы не должна помнить, но идет на подъеме. Понятно. Ольга Юрьевна, похвалитесь, вы уже выходили. Пришлось выгонять кого-нибудь на субботник или все сами пришли? Знаете, у нас традиция. Я сама проживаю и дома, которые пососедствуют. И дома 1958-1959 года постройки, которые строились хосспособом. Люди, которые проживают в этих домах, естественно, преклонного пенсионного возраста, но эти люди считают свои дома собственностью, территория, которая вокруг этих домов, также принадлежит им. И поэтому выгонять никого не нужно. Нужно просто объявить, организовать, предоставить возможность инструмента, а также мешки и перчатки, и люди сами выйдут. У нас ежегодно это проходит, и не только по весне, но и по осени. То есть у нас, в общем-то, к весне не так много мусора. Есть скопишества. Хорошая традиция. Два раза выходит. Два раза в год. Всегда до этого были проблемы с вывозом мусора. То есть мы могли это все убрать, но месяца лежала. В прошлом году по осени я хочу поблагодарить муниципальное предприятие СМП благоустройство. Мы написали письмо в департамент благоустройства, отзвонились и очень оперативно вывезли. Даже предоставили мешки. Надеюсь, эта традиция будет продолжена в этом году. То есть вы 18-го тоже активно? Обязательно выйдем. И я думаю, не только 18-го. Учитывая, может быть, погодные какие-то условия, если будет что-то невозможно сделать 18-го числа, я уверена, что до майских праздников все будет убрано. Потому что все-таки хочется встретить такой великий праздник в чистом городе и гордиться своими улицами, домами и городом. А есть ли у вас такие активисты, которые там, может быть, что-то сажают, украшают, красят, цветочки разводят? Какие-то, может быть, композиции ставятся? Вы знаете, у нас в этом году, вернее, с прошлого года, вот как раз с осени прошлого года, мы сотрудничаем с профессиональной организацией, институт города, это архитекторы. То есть творческие люди, которые добровольно, безвозмездно оказают нам помощь. В частности, сейчас у нас идет, мы договорились, что они каждому дому нарисуют свой индивидуальный проект. И к весне мы вот как раз сейчас пытаемся часть работ сделать для того, все, что возможно. Потому что люди, естественно, я повторюсь, они считают палисадники своими. У нас очень такая семейная атмосфера. И поэтому для того, чтобы это не было просто каким-то там разнобоем, а кроме того, это не всегда так дорого стоит, просто нужно приложить руки. У многих есть дачи, у многих есть способности к благоустройству, к ландшафтному дизайну. Но для того, чтобы это было эстетично, для того, чтобы это было красиво, индивидуально. Потому что мы вот попросили архитекторов, и они согласились. Мы сейчас как раз вот работаем над этим. И я думаю, что в субботник мы часть работ уже реализуем. Ну, бассейн вставали у вас, там будут пальмы. Нет, ну бассейна не будет. У нас будут клумбы. Я думаю, что причем какая-то часть, возможно, будет построена. Потому что из того, что можно достать недорого, и при этом, может быть, у каждого есть там сарай или на даче. А кроме того, все бабушки, которые готовили рассаду цветов для своей дачи, частично и поделятся. И я думаю, что наши полисадники... Зацветут. Да, и улицы зацветут. Понятно. Евгений Юрьевич, у вас-то как дело в частном сектаре обстоит? Да, я представляю самую неоднозначную, самую проблемную территорию в городе. В смысле, не вот у нас такой проблемный поселок, а вообще у нас в Самаре. Как мне известно, 40% территории города заняты именно частными застройками. И, ну, нужно сказать, что наш поселок – это не коттеджный поселок, а традиционный частный сектор. То есть в 60-х годах выделялись земельные участки, и проживает совершенно разный контингент. Кто-то обновил, да, кто-то с самого начала, то есть аборигены, уже бабушки и дедушки послевоенные. Кто-то уже купил, построил себе коттедж. Все очень по-разному, все очень неоднозначно, и все очень по-разному себя ведут по отношению к территории, к своей. Нужно учесть, что, если мы говорим об многоквартирном доме, то перед домом есть, скажем, полисадник. Асфальт? Асфальт, да, безусловно. И там, ну, пускай, сколько в доме живет человек, да, все они занимаются вот этим полисадником. То есть концентрация большая. Если посмотрим на нашу улицу, вот улица Калинина, она шириной, она такая, особенно, она шириной 20 метров. Большая, широкая улица. Если у меня, как у хозяина, есть там 4 сотки за домом, которые я должен содержать, и еще у меня есть там, сколько там, метров 30 квадратных, которые я должен содержать перед домом. Вот, поэтому очень нужно много сил, которых не каждый хозяин на улице находит. Ну, вот как у нас снег сошел. Сколько всего интересного в Самаре обнаружилось после того, как снег сошел. Кто у нас сознательный, те, тот вышел уже, убрался, навел в себя порядок. Что будет в 18-го конкретно? Я надеюсь, что все откликнутся на это общегородское движение, выйдут и все-таки займутся теми заброшенными участками, которые рядом с ними находятся. А куда народу обращаться вот за какой-то помощью? Ну, что касается нашей улицы, нужно обращаться прежде всего ко мне, да, если у меня мои соседи услышат меня в нашем эфире, то, конечно, им, в первую очередь, нужно обращаться ко мне, потому что через меня есть возможность связаться с ТОСом из рождения, на территории, в котором мы находимся. ТОС нас всегда поддерживает. Не бросает. Да, не бросает. В этом субботнике они готовы нам выделить перчатки, инструменты, мешки для мусора. Ну, как правило, кто занимается уборкой, тот... Уже знает алгоритм. Нет, он уже... ему не нужны... Обеспечен. Он уже, да, он сам себя обеспечивает. У него и мешки, и у него инструменты, и частный дом. Вот. А те, кто не занимается, ну, или, там, не привык к этому, то, пожалуйста, конечно, обращайтесь. Я вот кого вижу по улице, там, говорю, давайте убираться. Объявление надо повесить на доме. Сложно, да. Дом, это если на подъезде повесил объявление, все увидит, а нам нужно поставить стенд на улице тогда, чтобы все... Да, 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 да. Таких времен это никто не убирал, и нам это все досталось наследство. Плюс вот это время, когда сами жители, конечно, там, мусорили. Да, и справиться вот даже... Даже десанты посадить. Да, лопатами, да, лопатами и, там, мешками не обойтись. Это нужно... Это самая главная проблема. Это, конечно, нужна тяжелая техника, которая бы что-то выездила, куда могли бы покидать. Нам приходится нарушать закон, жечь мусор. Ой-ой-ой. Открыто, говорю, ну, это... Куда деваться. Да, куда деваться, там, заедеть в Зучениновку, в какие-то сезоны, там, особенно сенние, когда там все в дыме, когда жгут листья. Это большая проблема. Этим, конечно, нужно заниматься. Мы тут своими силами, как бы, чем можем, мы справляемся. Ну, в принципе... Тяжело. Ну, куда деваться надо, друзья. Присоединяйтесь обязательно 18-го числа. Все выходите. Не будьте равнодушными. Уже, кстати, у нас по городу идут активные уборки разных очень важных стратегических мест. В том числе, вот сейчас хочу вам, чтобы вы посмотрели сюжет о том, как проходила уборка в сквере Высоцкого. Но прежде хочу с вами поиграть и разыграть билеты на концерт Волжского народного хора. Вопрос мой звучит так. Вот есть спектакль «Легенда седых жигулей». И в этом спектакле есть очень такой интересный инвентарь, на котором играют. Как вы думаете, на каком же инструменте, на каком инвентаре играют артисты Волжского народного хора? На пиле, на граблях или на ведре? Звоните 202-11-22. Яркие танцы, народные песни. В мае Самарский сквер имени Высоцкого превратится в концертную площадку. Здесь пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй», посвященный земледелию, весенней пахоте. Это праздник плуга Исахи. Состоится 16 мая, 12 часов дня. Приглашаем всех самарцев. Мы подготовили несколько номеров, поэтому будет очень весело. Готовиться к празднику самарские чуваши начали заранее и, как полагается, с уборки. Несколько часов с граблями и метлами в руках шанса мусора не оставили. Решили сегодня именно убраться, привезти в божеский вид сквер, мусор, камушки. Тут только что она за землю не скопилась. Естественно, когда просят общество, допустим, или сами видим, что нужно где-то помочь, убраться, ну, с удовольствием приходим. Представители чувашского культурного общества уверяют, свой город приводить в порядок только в радость. Даже настроение улучшается. Впереди еще совместная уборка всеми народами. 18 апреля на общегородском субботнике Национально-культурное объединение Самары выйдут наводить чистоту в сквере Родина рядом с Домом Дружбы Народов. Ну что, продолжается наше сегодняшнее общение. Все на субботник, так звучит тема нашей программы. Есть у нас телефонный звонок. Буквально несколько минут назад был задан вопрос. Ну что ж, давайте познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Вы уже в этот раз, в этой весной выходили на субботник где-нибудь? Нет, к сожалению, я в час есть рекомендировки, поэтому в Самару приехал, планирую выйти в ближайшие выходные дни. Правильно, на общегородскую. Ну так что ж, давайте выяснять, на каком же инвентаре играют артисты Волжского государственного русского народного хора в «Легендах седых жигулей». Как вы думаете? Есть только музыкальный инструмент, лучшая пила. Мне кажется, они играют на пиле. Конечно, на пиле. И вчера буквально-таки этот эфир у нас был посвящен артистам, и солисты рассказывали, что да, освоили пилу. Правильно. Отправляйтесь на концерт «Созвездие солистов» в филармонию. Приятного вам времяпрепровождения. Ну что, наш этот блог, я думаю, стоит закончить словами, напустными словами тех людей, кто сегодня к нам здесь пришел. Что они скажут своим соседям, своим жителям, тем людям, которыми они будут на субботник, 18 апреля. Ольга, давайте с вас начнем, пожалуйста. Призывайте всех на субботник. Дорогие мои соседи, горожане, приглашаю всех принять активное участие в субботнике. Те, кто живут в нашем районе, это улицы Воронежской, Калинина, Роторной. Вы все прекрасно меня знаете, знаете, где я живу. Я приглашаю вас участие в этом принять. При необходимости подойти и обратиться к нам в ТОС, лично ко мне. Все, что будет необходимо, будет предоставлено. А по окончанию традиционное чаепитие с самоваром, конфетами и печеньями. Тут самое приятное, я считаю. Владимир Иванович, вам слава. Ну, я еще раз призываю активнее выйти на субботник, привести наш двор в порядок. Кроме всего прочего, я упустил в первоначальном своем интервью, сказать, что город по своей инициативе будет высаживать деревья. Вдоль наших домов будет высажено 15 деревьев. Ух ты, каких? С силами. Это будет 5 берез, это 5 ив и 5 рябин. Здорово. Да, с нашей стороны нужно обеспечить только лишь водой, ну, остальное участие, как говорится, по благоустройству. Это же исторический момент. Исторический момент, это первый раз за долгие годы мы наконец-то, значит, заполучили такую серьезную помощь от города. Хотел бы еще кустарников, конечно, вдоль детской площадки, чтобы уже окончательно закончить орнамент детский. Но пока что, пока что город не дает. Значит, прошу город помочь в этом вопросе. Ну, а жильцов выйти и поработать с удовольствием, с настроением. Всем остальным я обеспечу для этого. Отлично. Игорь Анатольевич, вы что хотите сказать? Я бы тоже хотел присоединиться к просьбе по поводу кустарников. Это хорошая просьба, я считаю. Мои жильцы-то все знают, что как ко мне обратиться. Но я просто хотел сказать, что если из соседних домов кто-то захочет, то пускай тоже обращаются. Мы тоже предоставим инструменты и совместными усилиями приведем наши дворы в порядок. Отлично. Евгений Юрьевич, ну вам заключительное, финальное. Хорошо. Уважаемые соседи, я хочу обратиться к вам с таким пожеланием. Несмотря на то, что мы с вами разделены заборами и собаками, десятками метров. Единственная возможность для нас справиться со всем этим сложным объемом работы – это действовать вместе. Объединяться, работать коллективно, изыскивать ресурсы в плане машины, совместно арендовать, чтобы вывезти его. Нам нужно с вами больше общаться, быть ближе друг к другу. Давайте 18 числа все вместе выйдем и уберем то, что не смогли убрать еще пока. Все вместе, друзья. Спасибо вам большое, что пришли. Вам удачи 18-го. Ну а что же касается субботника, то в течение этого прекрасного месяца чистоты в нашем городе, так сказать, чистоту наводит и транспорт наш общественный. Как это происходит, если вы еще не видели, как купаются трамваи. Давайте сейчас посмотрим и вернемся в студию. Проснулся, умылся, умой свой транспорт. Чистоплотная привычка из детства для них – ежедневный труд. А в городской месяц чистоты тем более. В Северном трамвайном депо перед выходом в рейс в день моют порядка 40 трамваев. Ближе к лету откроется еще и уличная мойка. Чистят тщательно и механическими щетками, и вручную. Есть определенные нормы. Все это сделано для того, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров города, чтобы им было просто приятно ездить в наших трамваях. Чистота поднимает и настроение, и престиж, уверяют сотрудники ТТУ. Водители трамваев, пользуясь случаем, призывают пассажиров ценить труд и порядок. В чистом вагоне вообще лучше работать. Ты вообще в чистоте жить лучше, чем в мусоре. Ну и для пассажиров, как же, горожане заходят в такой славный город, а у нас грязь. Нет. Чистота – это очень важно, в том числе и для водителей. Разруха не в клозетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Чтобы порядок был вокруг, прежде всего надо начинать с себя. Такого же мнения придерживаются самарские пешеходы и автолюбители. Есть единицы, у которых в любую погоду машины идеальные, а в основном, конечно, грязные. И нужно, чтобы следили. Сейчас когда-то приезжают, полежат, тоже смотрели, что идут пешеходы, обращали внимание. Вы знаете, я сама водитель, но бывают такие обстоятельства, когда не всегда сможешь вовремя помыть машину. Это зависит, наверное, от хозяина. Какой хозяин, такая и машина. При соединице генеральной уборки города все неравнодушные жители Самары смогут 11 апреля на Гагаринском субботнике. А через неделю, 18 апреля, в столице региона пройдет общегородской субботник. Ну, возможно, Гагарина, недавно был День космоса, поставила бы памятник конкретно Гагарину около ракеты. Ну, а Лабину у нас есть памятник? Нет. Нет. Ну, вот ему, пожалуй, можно было бы поставить памятник, как одному из первых руководителей, который, в общем-то, прославил губернию. Вот ему можно было бы поставить памятник вполне. У Сальвадора дали, конечно. Почему? Как почему? Он придумал логотип Чупа-Чупса. Можно было бы художнику Репину поставить. Я что-то не знаю, чтобы где-то стояли. Вот. Потому что... Почему именно это? Ну, все-таки здесь рисовал. Я даже не знаю. Мне кажется, не знаю, очень много людей заслуживают, чтобы их так вот увековечили таким образом. Но не знаю. У меня нет такого конкретного человека. Если честно, я думаю, что вот последние памятники, которые появились у нас в городе, вот в Исоцком и так далее, я бы немножко, наверное, усовершенствовала, чтобы те памятники, которые у нас появлялись, они были более с исторической точки зрения, ну, как бы лучше, чтобы, ну, немножко, мне кажется, не дотягивать наши памятники до того, чтобы войти в историю и чтобы люди там считали это достопримечательностью. Ну, я не думаю, что его можно поставить, но... Актер. Актер. Марио Кассос. Не знаю, привлекает мне этот актер. Очень талантливый, молодой, перспективный. Сергею Есенину можно, я думаю. Он достоин. Очень много сделал. А где его поставили? Вместо Ленина. Ну что, друзья, все на субботник. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. 202-11-22. Телефон прямого эфира. Если вы желаете в данный момент выиграть билеты на концерт группы «Черная обелиска», а он состоится уже совсем скоро, и вопрос мой будет звучать так. Назовите основателя группы «Черная обелиска». Если знаете, то уже сегодня, 15 апреля, сможете пойти в ночной клуб «Звезда» на этот концерт. На концерт, возродившийся практически заново группе. Ну что, представляю наших следующих гостей. С нами здесь уже не председатели, а самые обыкновенные школьники вместе с директором, которые тоже внесли свой вклад и вносят его очень хорошо. Не первый год в чистоту нашего города, в его благоустройство. Давайте знакомиться. С нами здесь директор школы, номер 62, Татьяна Валентиновна Емельна. Здравствуйте. Пришла не одна, со своими, я надеюсь, лучшими учениками. Давайте знакомиться. Рядом со мной сидит Руслан Танривердиев, учащийся восьмого А-класса. Руслан, привет. Здравствуйте. Также с нами здесь Анастасия Николаева. Здравствуйте. И Алена Гниломедова, здравствуйте. Ну что, хвалитесь, что такого? Дипломы принесли студентов, точнее школьников с собой, будущих уже студентов привели. Что такого хорошего делают эти замечательные ребята вместе с вами под вашим руководством? Ну вообще, для школы слово «субботник» это, наверное, праздник. Ну не знаю, не знаю, но сбежать с уроков на субботник-то всегда хочется. Да, и я просто хочу сказать, что, конечно, мы из года в год прикладываем все свои усилия для того, чтобы территория нашей школы была в чистоте, в уюте, чтобы наши дети на своей площадке могли спокойно отдыхать, заниматься спортом. Вот. По вечерам малыши выходят с родителями к нам также на территорию. Вот. Ну и мы с собой принесли вот такие грамоты наши, потому что из года в год мы участвуем в конкурсе по благоустройству территории нашего промышленного района. И нас хвалят, нас награждают. Отмечают ваш дом. Отмечают, да. А в прошлом году у нас по городу проходила акция «Подари улыбку», и наши дети решили взять такую шефскую помощь над домом ребенка-малыша. Вот у нас тоже есть благодарственное письмо, и мы собрали для них подарки, и как раз проходил тоже апрель месяц, и мы решили, а не помочь ли нам им с территории. Мы им навели порядок. И в этом году мы решили продолжить эту нашу замечательную, я так думаю, традицию. И завтра опять вот эти ребята, почему они сегодня вместе со мной, да, потому что они в прошлом году ходили, вот. И мы завтра опять отправляемся в дом ребенка-малыша. Это здорово. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Ольга, подскажите, пожалуйста, Ольга, вы уже выходили на субботник или только 18-го собираетесь? 18-го собираетесь. А где, от организации или во дворе дома будете убираться? Во дворе дома. А где проживаете? Как у вас там чистенько? Ну, пока не очень чистенько. Но будет? Будет, да, надеюсь. Хорошо. Скажите, пожалуйста, узнаете ли вы этого человека, с которым связано название группы «Черный обелиск»? Это Анатолий Крупнов. Да, к сожалению, нет его уже с нами, но его имя, я думаю, многие фанаты, поклонники группы знают и помнят, и сегодня на концерте тоже будут вспоминать. Отправляйтесь на концерт, спасибо, что позвонили. Ну, так давайте, наверное, мы начнем с мужчины. Руслан, расскажи, как ты решил примкнуть вот к этой бригаде чистоты вашей школы? Ну, охота подарить детям улыбку, убраться на территории. Так, что делаете? Это был в прошлом году тоже, да? Что, вот как вы пришли, во сколько было? Мы пришли с пакетами подарков, ну, салфетки, тампоны, ну, все продовольствие. И убрали территорию, коллектив очень ответственный был, приятно было. Сколько у вас было человек? Около 12 человек. То есть такая бригада достаточно улучшительная. Выдали нам инвентарь, мы убрались, попрощались, показали деточек в окно, ну, потому что там карантин был, нельзя было. Показали деточек в окно, мы попрощались и уехали. Сделали, естественно, фотографию на память и уехали. Также убираемся на территории школы, за территорией школы. У нас за территорией школы растет тополь, мы ее побелили. Какой-нибудь необыкновенный тополь, сколько лет, мы уже не знаем. Нет, это у нас высадена новая, у нас олег такая новая. У нас старый тополь, мы обрезку делаем, а это у нас молодое поколение. Белите, да? Да, побелили, ухаживаем. Знаешь, для чего белят-то? Ну, от насекомых. Хорошо, биологию знаем, хотя бы немножечко, это здорово помогает вот в субботнике. Ну, также охота всех жителей позвать на субботник, чтобы убраться и жить в чистом городе. Ну, это хорошо, хороший призыв. Ну, девчонка, давайте теперь послушаем. Настя, расскажи свою версию, быстрая экспресс-версия от Руслана. Поподробнее, вы вот в прошлом году приехали к ребятам. Знаете, сколько пакетов, вот у нас столько, огромное количество пакетов было, полный автобус этих пакетов был. С подарками? Да. Собирали всей школой? Да. То есть равнодушные. И в этом году тоже. В этом году завтра, получается? Что же, собрали много, сортировали как-то? Да. Да, да, да. Ну, расскажи, с каким чувством едешь вообще? Вас там, наверное, ждут, будут встречать как-то? Да, будут встречать. Ну, чувство милосердия, наверное, потому что дети без родителей, надо их как-то радовать, дарить подарки. А там какого возраста детки? Там от рождения. От рождения и годиков до трех где-то, вот. Ну, да, они, к сожалению, пока спасибо-то вам сказать не могут, но я думаю, что... Ну, ручка в окно машет. Ну, ручка в окно, это здорово. В принципе, вот, получается, что у вас завтра тоже поедет большая бригада? Да. Сколько у вас человек уже набралось? Одиннадцать. Одиннадцать? Да. На одного меньше, чем в прошлом году. Ну, это... Может, еще доберем. Это на сегодняшний день. Надо перебрать на тринадцати хотя бы. Алена, ты была в прошлом году? Да, мы ездили, когда сказали то, что можно принять участие, пойти помочь, убраться. Мы, то есть, поехали все вместе. И приехали туда, и быстрее нам к детишкам надо было. Нам говорят, извините, мы вас пустить не можем, так как обувь грязная. Правильно. Туда нельзя, потом мы пошли, нам все дали, мы все убрали. Очень довольны были все, сказали то, что на следующий год приедем обязательно. Вот год прошел. Нас ждут завтра, завтра пакеты, памперсы, все туда, подарки. В этом году получится, да, пообщаться с детишками или как-то... Если разрешено. Если разрешено. Вторую обувь надо, значит, что-то там брать с собой чистенько. Да, ну, там карантин был, поэтому не пустили. Болели детки. Болели. Понятно, но в этом году, я так понимаю, что все равно поедете, даже вдруг завтра, к сожалению, могут, говорят, дождик обещать, но я думаю, что ваша уборка состоится. А у нас в прошлом году и при плохой погоде пасмурно было. Было пасмурно? Да, было пасмурно, но мы все равно поехали. Мы уже договаривались поехать в этом году, в тот четверг, но тут погодные условия просто не давали возможности, просто там вот, ну, мы попришли, здрасте и до свидания. А за эту неделю вот так все высохло, продуло, поэтому завтра с полными силами вперед. Ну, вот у вас есть какой-то актив в школе, вот кто эти ребята, они как-то вот, не знаю, постоянно принимают участие, или они вот просто вызвались и решили в этом году тоже поехать? Ну, у нас волонтерский отряд, вот члены этого отряда призывают всех остальных, всех добровольцев. Ну, и школа вообще у нас маленькая, у нас всего 238 человек детей в школе, вот. И поскольку мы там каждый друг друга знаем, и нам стоит только клич кинуть, мы все вместе. Все вместе. Я знаю, что такое стихотворение приготовили. Да, мы готовились. Давайте, что, кто автор? Я. Отлично, то есть товарищ директор у нас еще и стихи пишет. Да. Ну, давайте читать. Кому посвящаются? Ну, конечно, нашему субботнику замечательному. Отлично, вперед. Субботнику. Каждый взрослый, каждый школьник вместе выйдем на субботник. Отлично. Вы нам оставите потом это стихотворение? Мы повесим, будем сотрудников телеканала мотивировать, в конце концов, и наших гостей, которые тоже будут на этой неделе приходить и читать в гостевой комнате оставим. Чтобы, так сказать, надо подписать еще кто. Мы подписали, ваши дети. Отлично, ваши дети. А вообще, вот, если вспоминать субботники в моей школе, ну, были те, кто отлынивал, были те, кто как-то сбегал. У вас вот как с этим, ребята? У нас с этим нет. У нас все бегут, все вперед. У нас вот даже, ну, нет такого, чтобы там, нет, я не приду, мне это не надо. Естественно, это идет только с согласия родителей. Мы всегда обращаемся к родителям с разрешением, да, все-таки детский труд. Вот, только с согласия родителей, каждый родитель согласие свое дает, потому что они прекрасно понимают, что труд, он все-таки облагораживает человека. И, конечно, ну, если ребенка воспитывает в школе именно трудом, уважением к чужому труду, то тогда из человека вырастет достойный гражданин. Ну, а мы вот сегодня в течение всего эфира говорили о том, что можно, можно обратиться за инвентарем, за какими-то подручными средствами, которые помогут в уборке. Предлагаю посмотреть сюжет небольшой, а потом вернемся в студию. Савковые лопаты, пожалуйста. Вот эти графы очень удобные тоже для населения. Они у нас берут вот в основном вот эти графы. Они алюминиевые, что ли? Нет, они специально железные. Ага, они гнутся, да? Нет, не гнущиеся. Инвентарь на складе не залеживается, рассказывает начальник ЖЭУ Раиса Богуддинова. Не дожидаясь официального субботника, жители уже начали приходить за инструментами. Пункт выдачи работает постоянно. Пожалуйста, в любое время, когда им нужно будет, мы всегда выдаем им. У нас круглый год инвентарь этот, он для населения, как предназначен, для населения идет. Таких пунктов выдачи инвентаря по городу более 150. Они есть и в ЖЭУ, и в ТОСах, и в районных администрациях. Специальная комиссия в составе сотрудников департамента ЖКХ, а также государственной административно-технической инспекции и жилищной инспекции проверила их оснащение. Внимание обращали как на количество, так и на качество инструментов. Есть отдельными местами некачественная насадка лопат, но не без этого. Естественно, замечания сейчас уже дали начальникам ЖЭУ, они устраняются в настоящий момент. Горожане, желающие принять участие в субботниках, могут обратиться в ЖЭУ по месту проживания. Инвентарь готов. Также администрациями районов организованы телефоны горячей линии для жителей, желающих присоединиться к генеральной уборке. Ну что я думаю, сегодня мы вас как могли замотивировали, чтобы 18 апреля не было равнодушных, чтобы никто не сидел и в окна не глядел, как убираются его соседи. Будь то двор, будь то какая-то другая территория около организации. Выходите, друзья, все на субботник. Я думаю, что в конце концов, как сегодня уже в стихотворении наших гостей прозвучало, ради Великого Дня Победы стоит постараться, чтобы гости, приезжающие к нам в город, и, собственно, мы сами ходили чистые, красивые, по чистому, красивому городу, создадим это замечательное, нужное настроение. Надеюсь, оно у вас есть. Что-то так поникли, ребята. Они уже так в предвкушении, я так понимаю, завтрашнего мероприятия, лишь бы погода не подкачала, верно? Верно. Ну, вот у нас главный призывник такой, призывающий всех. А? Прораб. Прораб, который будет завтра всех организовать. Спасибо большое, что пришли. Вам, друзья, хорошего настроения, весеннего, хорошей погоды. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова